В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье. Протесты и беспорядки во Франции, террористический акт в Страсбурге. Эти два вопроса, казалось бы, не связаны между собой, но тем не менее мы их обсудим именно в этом айтеме. На связи с нашей студией из Парижа Елена Икунина, журналист, главный редактор «Русского очевидца». Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем сначала с беспорядков во Франции. Введено чрезвычайное положение, если оно на данный момент еще не отменилось, еще действует? Нет, чрезвычайное положение не введено. Введен высший уровень террористической угрозы, так называемый акт, это вижи-пират. Он не предполагает чрезвычайное положение. Может быть, чрезвычайное положение введут, но пока его еще не ввели. Единственное, этот план вижи-пират, он предполагает, разрешает руководителям региона отменять демонстрации из собрания. И вот руководитель восточного региона, где находится Страсбург, вот она выступила с таким заявлением. То есть там демонстрации будут запрещены, а по всей Франции пока еще нет. Пока еще чрезвычайного положения такого нет. Скажите, ну что происходит с протестами? Есть впечатление, ну, по крайней мере, оно складывается из сообщений средств массовой информации, что Макрон, как бы, ну, если не пошел на попятный, то, по крайней мере, приостановил действия своих реформ и ищет какой-то выход из ситуации. Дойдет ли дело до импичмента, до отставки? Ну, вот видите, в понедельник ведь Макрон выступал по телевизору, обращался к нации. Это выступление давно ждали, потому что с самого начала беспорядков Макрон не появлялся и не делал никаких заявлений. И ждали, что он до четвертого акта, до прошлой субботы выступит. Но он решил, что он посмотрит, как будут развиваться события в минувшую субботу, и выступил в понедельник. Говорил он 13 минут, и он предложил какие-то меры. То есть как бы он отступил, да? Причем он сказал, что такое было, знаете, душевное выступление в стиле раскаяния. Он говорил о том, что, может быть, он был неправ, когда некоторые слова его могли задеть французов. Действительно такое было. Французы его упрекали в том, что он очень так и снисходительно, иногда пренебрежительно разговаривал с ними, когда он встречался с народом на улице. И вместе с тем он сказал, что вот все эти трудности, которые Франция переживает, что он знает, он в курсе, он рядом с народом. Но это трудности не последних 18 месяцев, которые он находится на посту президента. А это последствия 40 лет вот такой социальной политики и вообще политики Франции. И предложил некоторые меры. Там основных таких вот экономических мер 4. Он сказал, что он увеличит СМИК на 100 евро, на 100 евро СМИК, на 100 евро в месяц. Что будут освобождены от налогов и социальных выплат сверхуручные часы. О том, что освободят от социального налога пенсионеров, которые получают меньше 2000 евро в месяц. И о том, что работодатель на свое усмотрение, если он сможет, то он выплатит премию в конце года работникам. Но когда желтые жилеты его прослушали, все это выступление, ну и какие-то политические меры. Тут же я не буду сейчас все говорить, могу потом, конечно, если время останется у нас. Прослушав его, а его слушала буквально вся страна, тут же пошли прямые включения. И желтые жилеты говорили, что в общем-то они не удовлетворены. Потому что если начать разбирать вот эти все меры, то они как бы... То есть он пошел на какие-то минимальные уступки, на самые малые уступки. Чего требовали желтые жилеты в первую очередь? Повысить покупательную способность французов. Фактически он ничего не сказал о безработных, которых во Франции очень много, больше 10%. Об инвалидах и так далее. То есть во всяком случае желтые жилеты не удовлетворились и решили, что они будут продолжать забастовку. Но вот что будет сейчас, непонятно. Потому что пока вот чрезвычайное положение не введено. Но вот уже мэры округов, парижских, пять мэров призвали к тому, чтобы желтые жилеты не выходили в субботу на улицу. Правые центристы тоже призывают пока остановиться, до конца декабря остановиться, чтобы... Все апеллируют к тому, что и полиция, и жандармерия, и военные все устали от беспорядков, потому что они работают, в общем, фактически постоянно и без выходных, и тоже уже устали. Но вот в стане желтых жилетов там тоже такая пока ситуация непонятная. То есть разброты шатания, да? Ну, не для разброты шатания, понимаете, когда начались вот эти, когда вот свершился этот теракт, естественно, соцсети наполнились разными домыслами, репликами, рассуждениями, потому что, значит, первые вот такие реакции были странно, очень странно. Что такое за три дня до пятого, значит, акта, до пятой субботы вот такой теракт, и кому это надо, и кому это выгодно, и кто это придумал. И сразу же, конечно, пошли мысли о том, что это заговор, что это какая-то теория заговора, что это спецслужбы. Ну, в общем, масса всего, как вы можете себе представить, соцсети настолько были наполнены всякими этими идеями и догадками, что некоторые соцгруппы, вот есть такая социальная группа «Франция во гневе», ее пришлось даже остановить, причем остановили сами модераторы и администратор группы, потому что она просто захлебывалась в местах, в постах, и они не успевали отслеживать, регулировать все это, они ее даже пристановили. Поэтому вот что сейчас, конечно, наутро выступил, сразу же были выступления со стороны власти, выступил госсекретарь МВД, сказал, что это низко, низко, это подло так подозревать, подозревать и полицию, и спецслужбы, и власти. Нет, ну это уже, по-моему, всяческие, так сказать, границы переходят, да, то есть это напоминает, как подозревают, и до сих пор есть определенные, так сказать, публикации на тему того, что 11 сентября это тоже было спланировано ЦРУ, и таким образом, значит, они хотели добиться своих целей. Елена, ну вот этот вот страшный теракт, который произошел, то есть мы следим, и все следят за новостями, этот человек, если можно, так сказать, применить этот термин к тому, кто это сделал, был известен полиции. Он даже, если не ошибаюсь, отсидел какое-то время в тюрьме. Как получилось, что его выпустили, как получилось, что полиция утратила над ним контроль, и он смог приобрести оружие, смог, так сказать, совершить вот это вот ужасное преступление? Ну, понимаете, он не только несколько раз отсидел, он отсидел, во-первых, в трех странах, он отсидел во Франции, в Германии, в Швейцарии, у него 27 приводов в полицию с приговорами, с вынесенными приговорами. Можете себе представить, человеку 29 лет, 27 раз он уже был приговорен, да, к каким-то мерам пресечения, к мерам наказания, и еще и в разных странах. Но у него, здесь опять вот сейчас началась, конечно, опять полемика, и эта полемика возникает всегда, как только случается теракт, как так человек, который полностью был знаком спецслужбам, полиции, который находился в специальной базе данных, как так случилось, что он, значит, совершил вот такой теракт. Дело в том, что, да, и причем, я не знаю, вы, наверное, знаете, ведь к нему утром, накануне утром к нему пришли с обыском, к этому человеку. Но он раньше, он проходил всегда по уголовным делам, он был приговорен, был после ограбления в ювелирных магазинах, в общем, какие-то уголовные дела, и вот за это он отсиживал по два года там в каждой стране. И говорят, что радикализировался, он раньше не был радикалом, он радикализировался во французской тюрьме в 15-м году, когда, значит, там отсидел. И к нему утром пришла полиция с обыском вот по какому-то прошлому делу, по очередному ограблению ювелирного магазина. Нашли у него гранату, нашли у него ножи, какие-то там реварки, пистолет, но его не было дома. И вот вечером он, представляете, вечером он выходит на улицу и начинает стрелять в прохожих. Вот сейчас опять идет эта дискуссия о том, что раз эти все люди известны, а их вообще-то несколько тысяч, которые находятся вот в этой базе данных, почему их заранее не привлекают к ответственности, почему их там не сажают в тюрьмы, почему их не судят, но на это им отвечают, что... Понимаете, какая ситуация? Пока они не перешли к каким-то, пока гром не грянет, пока они не перешли к каким-то крайним мерам, нет повода как бы их привлекать к ответственности. И во всяком случае, вот такие положения, такие законы, каждый раз находится какая-то буква закона, по которой вот нельзя их там заранее судить. И получается, что вот пока человек не вышел и не начал стрелять, его не задерживают. И к тому же его и не задержали, понимаете, его до сих пор не могут поймать. Тоже вопрос, потому что он два раза натыкался на полицию. Полиция вот пока убегал, полиция его ранила, но тем не менее все равно скрылся. Полиция говорит, что поскольку на улице очень много народу, то стрелять очень сложно, потому что можно ранить кого-то. Ну, в общем, вот так вот, вот такое развитие событий. Пока он скрывается и пока, пока нам ничего не говорят, конечно, все планы перехвата. И почему вот такой план, вот этот Вежипират, план туристической угрозы в высшей степени? Потому что все границы оцеплены на границе с Германией, потому что он хорошо знает Германию, он там тоже это сидел. Там идут тоже усиленные проверки и не знают, где он сейчас. То ли он остался в Страсбурге, то ли он уехал в Германию и боятся, что он возьмет заложников. Ну, в общем, вот такая, ну, нам пока ничего не рассказывать, естественно, для тайны, вот тайны вот этого плана перехвата. Елена, ну, это, к сожалению, становится уже ужасной традицией. Накануне рождественских праздников, накануне Нового года в Европе происходит серия террористических актов. А что сейчас, как будут, на ваш взгляд, или на взгляд средств массовой информации проходить рождественские праздники? Окажет ли это какое-то влияние на, ну, на праздничное настроение понятно, что уже оказало, то есть невозможно, так сказать, спокойно воспринимать все это. Но будут ли отменены какие-то праздничные мероприятия, шествия, там, елочные базары там рождественские? Ну, сейчас трудно, трудно предположить, представить, что будет и как будет, да, потому что, ну, вот базар, например, почему Страсбургский, да, базар? Это самый старый базар в Европе рождественский, самый большой, самый известный. И он, в общем-то, всегда был как-то вот под присмотром полиции, потому что за ним следили, боялись, что там, на нем в 2000 году были какие-то случаи, в 2005 году там чеченец какой-то тоже, тоже там какие-то, что-то такое там с ножом бегал. Во всяком случае, не первый раз уже, не первый раз случается это в Страсбурге, но сейчас в Страсбурге закрыт базар. Некоторые базары были закрыты еще по субботам, закрывались, и вот на период шествий, например, в Евгеньоне рождественский тоже хороший базар, он был закрыт и прошлую субботу, потому что просто боялись погромщиков. Но сейчас все рождественские базары взяты под усиленную охрану, конечно, уже не то настроение, конечно, они работают, но сейчас люди просто боятся передвигаться даже. Французские коммерсанты держат какие-то страшные убытки, потому что в основном, в основном, основная прибыль у них приходится на конец года, вот именно на эти рождественские праздники, подарки. Что сейчас происходит? Люди по магазинам боятся ходить, люди все заказывают на интернете, выигрывают опять вот эти транснациональные группы гигантские, которые не платят налоги во Франции, вот они сейчас будут в прибыли, это те группы, как раз с которыми борются французские налоговые власти. Ну, непонятно, конечно, уже не то настроение, боятся ходить в кафе, боятся ходить в рестораны, боятся просто прогуливаться по городу, показывают сейчас разворот, но есть, конечно, там народ, но все равно мало, мало. И народ находится в таком состоянии, конечно, шока. Не знаю, что будет, туристы отменяют просто пачками, американцы, не знаю уже сколько процентов американцев отменило, но, по-моему, все, кто мог, все уже отменили свои визиты во Францию. У нас же был, по-моему, это второе, был 1 декабря, по-моему, это было, это вторая была, суббота, суббота вот таких волнений, а должна была запланирована приехать Мишель Обамак, которая должна была в Париже представлять свою книжку. Она отменила свой визит, ну, сославшись на то, что там похороны Буши были и были, но все поняли, что именно вот из-за этих, а еще тогда только-только нарастало движение. Ну, видите, она уже отменила, не приехала. Так что, ну, в общем, большие-большие убытки несет страна, в основном, конечно, коммерсанты, и имидж Парижа страдает, и мэр города выступает, и призывает прекратить. В общем, тут непонятно, понимаете, прекратить желтые жилеты бастовать, желтые жилеты, в общем, мирно проводят свои демонстрации, а это погромщики, хулиганы орудуют. То есть, получается, заколдованный круг. С одной стороны, нужно как бы продолжать протесты для того, чтобы добиться серьезных результатов, а с другой стороны, чем больше продолжаются протесты, тем сильнее экономические потери как городской казны, так и в целом по стране. И тут еще вдобавок вмешивается террористическая угроза, с которой гораздо труднее бороться, когда на улицах происходят беспорядки и на улицах много народу. Ну что, к сожалению, это ситуация, с которой приходится сталкиваться все чаще и чаще. Спасибо большое, Елена Икунина, журналист, главный редактор «Женедельника русский очевидец». Спасибо и мирного праздника, Франция! Да, спасибо, спасибо, да, пожелайте Франции немножко спокойствия. Дорогие друзья, программа «Тема дня», мы продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин